так это у нас Харьков 29 мая 2018 год 2023 по Киеву у нас полнолуние ну вот она наша красавица через три дня апогеи сейчас луна на расстоянии 400 тысяч километров от земли и удаляется так сейчас еще будет у нас где-то 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 вырисовываться Юпитер по мере наступления сумерек сейчас я ее поставлю а Юпитер сейчас на расстоянии 666 миллионов километров от земли над горизонтом через плотные слои ну то есть через толстый слой атмосферы получается съемка вдоль земли и приобретает такой розоватый оттеночек луна может его относительно горизонта чтобы видно было да ну в общем то даже не впереди луна почти в апогее но небо настолько ясно что не нашел себе сил не снять подходите смотри да полнолуние сегодня заинтересовал это полезное качество да сейчас я наведу вам так что максимально приближе а что надо там увидеть да вот на экране вот смотрите а что на шевелится ну пытается сфокусироваться фотоаппарат вот это по экрану она сейчас ползет вот это как раз вращение земли видите отходит от края ну это что значит ну что просто поднимается я снимаю ее в приближение ну вот она вот она так это ее движение да вот сейчас она ее надо аризонтом знал когда она только поднималась я сейчас просто в полнолуние максимально ее видно хорошо полностью она освещена солнцем а сегодня еще небо такое чистое так я со смены пробежал руки в ноги это что вообще для чего того это не для чего для себя просто для собственного удовольствия сейчас еще собираюсь купить помощнее оптику тогда может и следы арабстрана там найду советский спутник разгляжу где-то живете здесь да? да, на дружбе народа хорошо что рядом с окружной можно выйти всегда подальше от освещения я это у бабушки накопался этих огородов 26 суток и вспоминать не хочу сейчас подожила к подруге и говорю господи засуха уже не урожая то по краю, то крот поры да, было аж дождь да, но ничего на нашей горе ой как интересно конечно это уже все это и это еще в молодости появились конечно эти глянцы это даже по союзу смотрели там какие-то панорамы а сейчас вот такую штуку купишь себе и можно как в телескоп смотреть сейчас еще здесь вылезет Юпитер там с галилеевыми этими спутниками вот это 400-300 лет назад галилея не смотрел, а сейчас я буду с фотоаппарата ну просто только из-за этого такой интерес чисто от любопуски от любопуски увлекательно конечно, какой там диван ты тут пришел сколько удовольствия с конвейера ну да, сегодня как раз спал на луне вот оно где-то в середине дня было лучше всего было освещено солнцем но тогда нам его видно не было еще ну луны не было а сейчас она над горизонтом поднялась и теперь так вы смотрите и вот эти вот большие планеты когда приближаются кто вот возле нее большой а ночью вот оттуда вот сейчас на западе сейчас там будет Венера Венера это самый яркий объект ну такая она большая она как будто смотришь на Некруло как будто она как-то вдавлена то мне так кажется ну это наверно больше иллюзия если вдавленная то это Сатурн но его без фотоаппарата не разглядишь это я так скажу и вот она каждый год вот появляется ну что это за планета Венера она самая яркая на западе вот сейчас солнце сядет и вот здесь будет видно так это Венера после него самый яркий Юпитер ну если мы Луну не считаем а Юпитер это в районе там? а Юпит нет ну он так он постоянно туда-сюда мотается ну вот в это в эти дни вот я его вот сейчас вы его сейчас увидите он будет такой же самый как Юли примерно как ну я с окна тоже смотрю как Венера я тоже выхожу и смотрю а у меня на восток я только что с востока я тоже выхожу и смотрю спасибо да не за что ради Бога такое любопытство так ну что Юпитера наверное чуть попозже будем подключаться